Северо-танго предварительный. Северо-танго предварительный. Северо-танго предварительный, 230. Разошли, 230. Да, он мне уже говорил, но я забыл, что он мне говорил. Всё, теперь... Здесь переднее колесо подруливаемое. Оно... Сейчас не держишь на меня? Да, держу. А вот теперь, смотри... У меня привычка их сильно держать. Теперь легонечко, да. Всё делаешь легонечко. Рука тоже очень легонечко. То есть ничего не дёргай сильно, понимаешь? Но я имею в виду, что не упирайся как бы, не старайся бороться с самолётом. Поняла. То есть всё делаем как бы не спеша. На том самолёте мне приходится эти педали держать с большим усилием всё время. Зачем? А иначе он начинает гулять. Нет, здесь очень всё легко должно быть. Ну посмотрим сейчас. Так, какой налёт уже у тебя? Ну, где-то 7 с чем-то часов там, 7 с половиной примерно. Ну, готовишься к самостоятельному, да? Я ещё не готовлюсь. Я только пойду на теорию со вторника, поэтому самостоятельный будет звездный. На вторник сюда? Вы скоротишь сюда? Ну да. Ну там нет, там на Плехановска будет два дня. На Плехановска, да. И по субботам будет здесь четыре занятия, а потом всё будет... То есть это я, как сказать, будущий пилот? Не знаю. Я не знаю, что с этим потом буду делать, но пока мне это очень нравится. И раз там есть такая возможность, я получу лицензия, там посмотрим. Может тоже получится забить самолёт. Я понял. Очень. Мне рассказали, что вы летали на нём в Европу, там всё время на этом самолёте. Хотя я думала, что на таких маленьких нельзя летать раньше. Ну, сейчас посмотрите. Вообще, на самом деле, ну, здесь, как это сказать, на маленьком самолёте так же точно комфортно, как и на большом. На этом самолёте. Ну да, я поняла. Здесь просто очень много всяких автоматик там. Да, да, я поняла, что здесь автопилот есть. Да, сейчас. Она сказала заход, что у нас там была всякая секунда. Я не знаю. Северо-танго исполнительный. Северо-танго исполнительный. Разрешите, азак. Вот мы быстро обрулённый исполнительный. Северо-танго, взлёт, он готов, круг. Северо-танго, взлёт, круг. Взлёт, круг, Северо-танго. Вот, смотри, как разняемся. Здесь чуть-чуть, может быть, подробно будет. Я сейчас покажу. Отпускаю чуть-чуть ноги. Да, отпустила полосе. Подняли переднее колесо. И теперь, смотри, мы сейчас наезжать будем на собственную волну. Вот, как бы, мы создаём вот это напряжение под крыльями. Вот мы наехали на неё, на эту волну. И погнали, вот как бы, сейчас на нас давит вот этот воздух снизу, потому что мы на него наезжаем. Как бы, да? Теперь, главное, не терять эту скорость. Следить за скоростью. Вот она должна быть в наборе 130. Ну-а. 130-140. Предварительный разрешаю курс 230. 2, 3, 0. Да, поднялись 230. Террейн на прямой конверте. Террейн на прямой конверте. 203, конверте. Вот мы поднялись на 150 метров. Ну, в принципе, теоретически надо подняться на 200 метров, чтобы там мы будем, как бы, убирать рудик. Здесь мы уже убрали закрылочки на... Когда скорость у нас была больше 125 километров. Здесь убрали рудик. Выключаем blending lights и дополнительную помпу. Смотрим давление. Давление отличное у нас. Дальше идём вот, как бы, на второй. Делаем второй. Вот здесь, где-то в этом месте мы сделаем второй, сейчас расскажите. Давай второй. Поехали. Потихонечку, да? Так, отлично. И... Вот и теперь летим к третьему. Третье будем делать вот там вот где-то. Потом покажу тебе где. Держи сейчас сама. Хорошо. Чуть-чуть от себя смотри. Вот это вот сверху, вот этот триммер, если хочешь, можешь вот так вот попробовать. Ну, отпусти сейчас ручку. Отпусти ручку. Вот он летит сам, да? Чуть-чуть. Подтриммирую. Всё, подтриммирую. Всё, держи. Всё, держи. Так, ещё раз. Что такое триммер? Что с ним делать? Триммер, вот он у тебя, вот эти полосочки. То есть, если ты его триммер давишь вниз, вот этот триммер, вот ты его вот так вот наукнёшь вверх, к примеру, да? Вот смотри, вот видишь сейчас вот как он начинает грузиться. Тебя надо держать. А когда ты отбалансировала его триммером, то он летит у тебя ровно, понятно? Вот триммер. То есть, триммер это как бы помощник тебе, чтобы снять напряжение с ручки. Поняла? Да, поняла смысл. Вот это он или вот это я не поняла? Вот это он, да. А вот это что? А это кнопочка для тангета, как бы для разговора, да? Понятно. То есть, по нему мы ведём ровно. Да, я поняла. Говорим. Нормально? Да. Вот подходим к третьему. Идём пока прямо. Ещё чуть-чуть. Я включаю на траверсинг, включаю landing lights и дополнительную бомбу включаю, чтобы у нас. И дальше я сбрасываю здесь к третьему скорость до 140. То есть, у меня вот видишь 139. Это лапсы. Вот. Всё. И теперь на 130 будем делать заход. Сейчас я сделаю доклад. Сера Танга третий заход. Сера Танга заход. Разрешите вот так. И теперь мы опускаем вот так вот чуть-чуть носик. И пошли. Идём, поддерживая скорость 130 и вертикальную, там, 2 метра в секунду, на третий. Вот у нас. Видишь? Вот, видишь? Скорость 2 стоит. Вот. Она не нужна, по большому счёту. Самое главное, вот это тебе скорость. Вот. Вот это вот. Следить за этой скоростью. Она у тебя не должна больше быть 140 и не должна быть меньше 125, допустим, к примеру. Вот. Идём на третью. Держи. Молодец. Всё хорошо. Держи. Вот. Вот. А вот эту скорость, она выдерживается как бы рудом. Вот. Вот. Вот мы подошли к четвертому. Разворачиваемся на полосу. Вот. И дальше вылазкаем на крылочки. 30. И идём на полосу. вот здесь у тебя может быть такое давление видишь чуть-чуть на ручке его надо либо придерживать либо тремя ручка на себя взять чуть-чуть вот как тебе удобно вот идем ровно три напрямую 203 выполняй посадку 203 серотанга напрямую конвейер вот идем вот здесь желательно поддерживать 120 на третьем плохо слышно смотри подошли к высоте выравнивания вот высота выравнивания видишь теперь мы чуть-чуть рудик даже прибрали чуть-чуть и носик переподняли вот мы держим носик 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 отлично разрушить исполнительный нормально там подходят к четвертому уже по-другому окей чем там надо подождать надо ждать ждать сейчас заходят на посадку самолет hold position 0.3 заходит hold position hold position правильно держишь все отлично вроде это просто первый раз ты знаешь новый самолет непонятные углы да вообще и оно получается как бы не понимаешь на что смотреть сейчас пару кругов и все все разберешься давай поехали делать это ручка смотри вот эта рука у тебя должна быть расслабленная вот не напрягай ее она должна быть вообще там ну я бы так сказал там еле еле скажем так хорошо касаться этой ручки там двумя пальцами там тремя пальцами я еще не почувствовала какое усилие надо да вообще легонечко очень все 203 напрямую посадку 203 посадка 203 посадка вот поехали делать второй выравнивай хорошо педали вообще можно не сжать он так как бы это привычка он как бы сам летит педали нужно сжать только то лишь тогда когда допустим шарик пошел убегать вот сейчас он убегает вот если ты не будешь сжать педали он будет ровно стоять ага да выравнивать чуть-чуть набирать боже мне кажется як больше похож на Т-10 чем этот самолет ну в смысле я яком управляла летала тоже вот этим который ну старенький вот этот як-18Т он как-то больше похож разрушить я исполнительный исполнительный разрешаю разрушаю разрешил 203 освободила 203 на стоянку на поле готовы вокруг а на дальнее расстояние на какой высоте производится полет ну там куда-нибудь ну обычно на 5000 футах на 4000 футах вот такой ну 1000 метров тут дожд Enerчёные Это зависит еще от погоды, какая погода. Если внизу жарко, поднимаешься повыше. Если внизу хорошо, то можно как бы лететь и пониже. Отходим к третьему. Ленни Лайтс, держи ручку, ты держи ручку пока ровно лети. Сбрасываем до 140, ну сбрасывать можно как, вот чуть-чуть просто задираешь носик, чтобы он увеличил атаки, и он все равно не будет сильно лететь вверх. Серый танго, третий заход. Пошли. Серый танго, заход. Разрешили, Серый танго. Вот. Иногда очень полезно, особенно когда на Хазе будешь летать, смотреть на обороты. Я смотрю все время на обороты, я сейчас уже сама там на том, сама лейтенанты 10, сама контролирую все эти показатели в пределах. На каких как бы оборотах заходишь, вот. Потому что иногда просто непонятно, что он разгоняется, оказывается, обороты большие. Поэтому иногда для контроля можно посмотреть. Нет, там я все время, я же говорю, я просто сейчас уже знаю по кругу, какие должны быть обороты, и я их всегда держу. Обороты, и скорость снижения, и скорость, и все, у меня это получается. У меня не получается только посадка нормальная. Ну, это очень легко. Тоже очень криво получается, ну, хотя бы получается. С посадкой плохо все. Это легко, на самом деле. Ну, это надо, наверное, я не знаю, сколько кругов налетать, чтобы чувствовать, в какой момент надо вот это... Таким усилием. Раз, посмотрим, попробуем. Закрылки выпустил. Сера Танго на прямой конвейер. Сера Танго, конвейер. Разрешили, Сера Танго. И вот, самое главное, идти здесь сейчас вот по этой ниточке, к которой мы идем, да, с определенной скоростью. Вот эта скорость должна быть 120 километров здесь, для этого самолета. Да, да, да. Для Т-10, по-моему, 100, да? Меньше, меньше, 600, да, 90-100 можно идти. Здесь тоже можно идти 100, но мы, как бы, будем тогда, как бы, на грани балансировать. Поэтому здесь делается запас. Дальше, вот смотри, подходим, вот, метимся 50 метров до полосы. И вот мы сюда приблизительно, вот сюда мы летим. И вот здесь вот с 5 метров мы начинаем потихонечку поднимать нос. Потому что у нас идет, как бы, скоростная посадка. Вот мы держим самолет, он приближается к земле, мы еще носик подняли. Держим, смотрим за землей, вот я, видишь, смотрю за землей. Поняла? Вот, и вот он сел, как, да? То есть взгляд вот туда, как бы. У тебя в ту сторону? Да, 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 я понимаю. Или, скажем, ты с какой стороны летаешь на Т-10? А, понятно. С левой. Ну да, я знаю, что мне надо... Так, держи, выдерживайте скорость, 130. От себя ручку, от себя ручку. Чуть-чуть от себя. Вот, 130 выдержу. Ага, вижу. Ну давай 140 лучше, пусть будет 140. Запасы как раз возьмем. Давай. Выдерживай скорость. На третий заход. Чуть-чуть на себя. Чуть-чуть. Заход. Заход. Да, молодец. Расслаб руку. Расслаб руку, она должна быть такая, очень легкая. Поехали на второй. Да, ло, ло. На второй поехали. То что? На второй, да, да. 100 метров набрала вот поэтому, если смотреть. Просто в метрах будет привычней. Это сильный, сильный крен. Чуть-чуть меньше крен делай. Хорошо. Не больше 20. Когда летаешь первые разы, делай не больше 20 вообще. Я обычно, ну я 30 где-то делаю на своем. 30 это как бы... Теперь выравнивай. Клади на горизонт нос. От себя чуть-чуть. Так вот, да. И вот так вот сейчас вот, когда положила нос на горизонт, смотри за этим. Потом в конце посмотришь, правильно ли положила нос на горизонт по вертикальной скорости. Правильно? Если она будет вниз уходить сейчас, значит неправильно положила. Еще чуть-чуть дальше пролетим. Вот, поворачивай теперь направо. От себя чуть-чуть. Да, ну не надо делать большие. Вот, Кирина, не надо делать большие. Делай 20. Привычка. От себя чуть-чуть. Видишь, как ты пошла вверх? Да. От себя чуть-чуть. Еще не такой приват. А, еще не до... Да. Ну, я имею в виду, что... Смотри, вот всегда повороты делай. Не с набором как бы вверх. А лучше их делать даже... Вот туда она может лететь. Вот туда. Туда чуть-чуть левее? Да, я могу тебе сказать, какой курс. Ну, ага. Вот у нас сейчас курс 60. Ну, 50 у нас же полоса. Курс там 50. Вот давай еще левее. Да, давай. Вот так вот, отлично. И теперь выравнивай. Вот курс 50, держи. Не ошибешься. Это ты летишь параллельно полосе. Посмотри на сторону, видишь? Так, вот я мою конвейер. Так, все вижу, да. Да, хорошо. Конвейер напрямую. Немножко рыскаем мы в моем исполнении. Да, не надо. Вообще забудь про ноги сейчас. Они тебе сейчас не нужны. Да. Этот самолет, он вообще сделан профессионально. На заводе он не рыскает. Рыскает обычно как бы... Да, это из-за того, что я давлю, я поняла. Да. Не дави. Раз, да, просто ноги отпустили, он выровняется. И выровняй крылышки вот так вот. Ага. Вот у тебя посередине вот это вот должно быть. Да, да, да. Тогда крылышки выровняло. Вот, отходим к третьему. Я включаю взилори, но я их не выключал. Окей. Так, теперь мы убираем. Чуть-чуть, 140 скорость у нас должна быть. Пока прямо лети. Пока прямо лети. Вот, не опускай нос. Нос на себя. Да, да, да. Окей. Сейчас будет увеличиваться нагрузка чуть-чуть. Не опускай, нос еще на себя возьми. Еще? Да, еще, еще, еще. Чтобы мы погасили скорость. Все, отлично. Пошли на третий. Сиротанга, третий заход. Сиротанга, заход. Разрешили, Сиротанга. Вот, сейчас делаешь как бы в плоскости, а потом после посередины поворота начинаешь потихонечку опускать носик вот так вот. Вот. И так как мы сейчас очень далеко ушли влево, мы сейчас чуть-чуть меньше будет у нас скорость снижения. Вот, держи на себя чуть-чуть. Да, да, да. Да. Чтобы не два было, а чуть-чуть меньше, потому что нам лететь еще далеко до четвертого. И еще чуть-чуть на себя возьми. Вот так вот. Да, у нас скорость хорошая, видишь, сейчас. Сколько у нас скорость? 141. 141, да. А у нас должен быть 140, там, 138, 135, 130. Вот, 138. Прекрасно. Это, я сейчас, я к чему, что у нас достаточно скорость, поэтому можно носик поднять. Если скорость маленькая, ни в коем случае носик нельзя поднимать. Да, 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 я помню это. Это четко. Отрезно. Прямо туда вот так вот лети. Вон у нас полоса, пока летим прямо. Еще носик поднимай на себя чуть-чуть, не опускай нос. Это занятие. Хорошо. Ну, уже просто ниже 100 метров, нам нужно чуть-чуть как бы пролететь еще в горизонте. Нам нужно попасть четко в глисаду. Поехали. Начинаем четвертый делать. Попасть четко в глисаду нужно. Вот мы попали в глисаду, чуть-чуть ниже, чем обычно. Ничего страшного. Мы сейчас чуть-чуть просто пройдем ровненько, вот так вот чуть-чуть ровненько проходим. И пока скорость я не снижаю, ну, как бы держи ровненько, вот так вот, да, отлично. Вот приблизительно мы попали в глисаду. И теперь мы отсюда начинаем уже идти на полосу. Сиротанга, на прямой конвейер. Разрешусь вот так. Вот мы идем на полосу, видишь. Улллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл взяла на себя еще чуть-чуть немножечко взяла на себя вот носик придержала и держи от себя не отдавай а держи как бы его называется замри да 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 это у нас вот смотри видишь чуть-чуть поднял я больше этот и запищал у нас сваливание так называемое здесь есть сигнал сваливания да себя на себя скорость должна быть 140 это редко вот полете всегда должна быть такие миллиметровые движения никогда не делай больше понятно смотри мы твою порцию уже вылетали полетели теперь я поль я пока то я полетаю ты просто ты ли ты держи ручку ты как бы летаешь сейчас бесплатно будет хорошо я просто к чему что я просто хочу полетать чуть-чуть а ты посиди посмотри хорошо я не кое-что там еще покажу так мы на втором же лейдин лайтс выключаю мы набрали 200 метров на 3 заход убираю чуть-чуть здесь этот не понял кто доложил гольф эко на третий заход заход разрешить а сфера танка на втором разрешите выход в первую разрешаю в первую разрешили выход 1 вот смотри теперь что я делаю вот я хочу улететь венецию там или куда-то еще 1 я перестраиваю винт меняю угол угол атаки винта это для чего для то чтобы поменять шаг винта он мне будет работать более эффективно вот и вот он мне максимальный пич максимальный пич стал вот и теперь я проверяю все ли выключил эти выключил закрылки убрал лейдин лайтс убрал убрал помпу и все теперь можно разгоняться то скорости как бы до круиза держи держи ручку все ты пилотируй вместе со мной хорошо это мне такой президент будет а я поняла виталика на день рождения скажешь а у меня скоро тоже день рождения так что авансом а вы работаете вместе мы в одной сфере но не в одной компании познакомились здесь просто а чем я программиста он бизнес-аналитик в разных компаниях чего ну чего угодно в принципе бэкэнд пишу веб-сайты у нас там у нас целая система там не только веб-сайты но в принципе с работаем на компанию которая занимается музыкальной дистрибьюцией но в целом вот и вот мы сейчас подлетаем нашей нашей первой зоне вот у нас вот это вот это называется зона 810 браво она разделена на три под зоны так называемый вот это вот зона вот точка видишь где вот сейчас мы сюда летим эта точка у нас внутри нашего коротича как бы да вот называется первая зона вот то есть мы сейчас заняли вот эту первую зону как бы мы смотрим что написано где а вы включить там эти какие-то двигательные да 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 английский знаешь хорошо не да да но мы же программисты мы разговариваем но могу терминологию это не знать но английский разговаривают свободно да i don't believe it why because it's difficult you can switch english it doesn't matter because i speak with my clients almost every day of course i make mistakes but anyway i guess my english is rather fluent well it is you okay but i don't know i don't know it's a pity because i like german more than english okay but i i should know english because i fly abroad and yeah i know that's why i passed one exam uh-huh international exam i i care for and now i have a care for everyone for communication in the air with controller yeah yeah i understand вот смотри и теперь мы сейчас чуть-чуть с тобой здесь полетаем вот здесь смотри вот мы сейчас убери ноги как бы не дай на педаль видишь и вот мы с тобой делаем сейчас этот как его вираж и у нас практически шарик не не будет уходить за счет педалей да нет нет я имею ввиду что если мы ну тут как бы я к чему что он летит как бы практически без педалей а он там просто летает вот как бы хорошо понятно если к тому сложно привыкнуть после этой десятого он там же сюда там надо постоянно ну там есть нюансы но я на 30 первый раз вылетал в самостоятельный кстати вот он прекрасный самолет я к нему уже привыкла мне сейчас ну к этому сложнее привыкла какая она сейчас скорость 193 по земле 206 воздушная 185 вот это первая скорость это приборная вот эта скорость аэроспид true аэроспид воздушная а внизу граунд ну чтоб ты знала что такое три скорости существует всегда вот эта вот скорость будет самая маленькая которая но когда мы поднимаемся выше она будет всегда самая маленькая какая вот это вот это какая которая середине посередине это называется а аэс ай эй эс индикатор аэроспид а вверху true аэроспид а это граунд граунд спит да низу серотанга задания первые выполнены разрешите переход в третью зону серотанга выполняйте разрешили три зону просто смотрю что там лучше видимость просто полетаем посмотрим и рассмотри вот мы летим к примеру в облаках заблудились облака например уложение самолета не понимаем вот нажимайте не кнопочку Синюю кнопочку нажимай и отпускай все Вот смотри, что он будет делать Он приводится сейчас к горизонту Круто, да Вот у этого самолета сейчас все вот это наполнение как бы как у Боинга То есть мы можем полностью Теперь смотри, жми вот эту точку Просто нажми ее на себя Не на себя туда, вот видишь курс стал А теперь нажимай хейдинг вот этот Вот И мы сейчас будем лететь по хейдингу на какой-то высоте Для того, чтобы попасть в высоту Нажми там, где футы вот эти, где пробелы Ну смотри, вот это, вот сюда Нажимай А теперь выставь допустим 1300 пусть будет Высоковато, нет? А все, 1300, оно и выстояло 1300 Все, энтер жми Ой, секунду, так правильно что? Да, да, да Вот А теперь смотри, мы летим На высоте 1300 футов или 300 метров А, 300 метров точно, я забываю, что это футы Хейдинг нажми Здесь вот По определенным Курс эко к третьим заходам Скажем, с определенным курсом Вот, вот у нас курс выставили Он сейчас развернулся на курс Теперь для того, чтобы Вот мы сейчас можем отдыхать Да, я поняла Мы летим, отдыхаем Вот, теперь ты хочешь поменять курс Допустим, полететь на север Да? Да Ну, поставь вот этим вот, крути Вот этим, по-моему, или нет? Ну да, покрути сейчас посмотрим Да, 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 давай Еще, еще, еще Вот, то есть, что удобно Теперь еще вот, что удобно Например, 1500 Энтер Вот, а теперь вот я сюда тыкну Вот сюда Это автопилот Да Сейчас Вот он, видишь И теперь я поставлю скорость подъема Да Вот там скорость подъема, допустим, пусть будет 150 И вот сейчас смотри, что будет происходить Я чуть подгазовал Мы будем подниматься на высоту 1500 Со скоростью 150 км в час Да, да, да То есть, автопилот будет поддерживать эту скорость 150 км в час Поняла? Вот мы сейчас, кстати, у нас почти ЕФА будет Видишь, мы летим сейчас с тобой в этом Почти в тумане Вот 1500, видишь Ну, вот в облака какие-то мы влетаем Вот А теперь, смотри Мы влетели в облака Что нам теперь делать вообще? Ну, сначала питод включаем для начала Чтоб питод хит подогрел Выставляем скорость Тысячу Ну, вот Выставляется скорость, смотри, что как Вот так вот вращаешь 1300, допустим, поставим с тобой 1300 И ставим вертикальную И снижение Даун Вот мы поставили даун И вот он сейчас будет сам снижаться До заданной нами высоты Это когда ты пробиваешь вниз Да, поняла То есть пробивать вниз лучше с вертикальной скоростью А подниматься лучше с приборной АС А-А-А-А-С Вот это Поняла? То есть, вот что хорошее Вот я тебе просто сейчас показал Что, во-первых, это глаз-кокпит называется Глаз-кокпит за стеклянная кабина То есть, это все здесь сделано Как вот в Боингах, Аэрбасах Вот как бы, как они летают Вот так они летают Теперь вот эти все функции Вот автоматический набор Автоматические Как это сказать? Снижение Снижение? Вот это автопилот Но я сейчас автопилот выключу И попробуй теперь сама лететь по этим квадратам Используя... Ты же пилот, да? Лети по этим квадратам Поняла? Да Ты еще не понимаешь, как? Ну смотри, просто тебе сейчас надо будет попадать в эти квадраты Вот попадай в эти квадраты И лети в эти квадраты Сейчас он дойдет до первого квадрата А потом ты правее сделаешь, да? Выравнивай так вот правей И пошла И лети теперь правей Вот, выравнивай вот так вот И вот ты уже как бы Желательно в центре квадрата лететь Но это нежелательно Это я просто тебе говорю Это вот Да, 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 я понимаю Как летать, скажем так В условиях плохой видимости там и так далее Нормально? Да Скажи Ну ладно Выравнивай ровненько Ну вот смотри Когда ты летишь только по приборам Вот сейчас у тебя фактически ЕФА Да Ты как бы пытайся ЕФА Следи за вот этим вот стрелочкой Совпадением Вот выравнивай Во-первых Вот выравнивай И держи Старайся ровно держать То есть У тебя вот эти вот две точки Ну, короче Вот это Давай так Это горизонт Да, да, да Я понимаю Тебе нужно держать вот этот горизонт Правильно? Разворачивайся, все Все, теперь лети как Как душе угодно Разворачивайся Сила, ЭКО, запуск Каушен, террень Сиротанка Третью занял 300 заданий Сиротанка Задания Разрешили Сиротанк Так, куда летим? Сейчас просто мы сейчас Как бы летим прямо вот сюда Давай поставлю точку Допустим, вот на эту точку летим Вот так вот А Опять квадратики, да? Да, да, да Не устал? Нет, не тяжело? Немножко поташнивает Все, полетели назад туда Хорошо Я не знаю, почему вы там в самолете Хорошо Оно видно более такой мягкий Да, че Все, держи сама ручку Когда сама рулишь, то всегда лучше себя чувствуешь О, да Засредоточено больше Больше Вдольф Эко, третий заход Эко, заход Ранее крылышки И лети вот так Прямо Спускайся вниз Потому что Тут еще Знаешь, какой Чуть-чуть ниже Спустись, да Еще эффект Когда не видишь хорошую землю Тоже может такое быть Нормально все? Да так, тошнит Обидно Ну ничего Открой этот, если хочешь Вот это можно открыть Так, не холодно, не смотри Не-не-не, хорошо Делай так, как тебе лучше Не-не-не-не, вот это открыть Хорошо Чуть-чуть ниже К четвертому подходит Не сдует тебя хоть, не? Не-не-не, нормально Точно Хорошо Держи сама руль, рули сама Сосредоточься на пилотировании Голф Эко, проимую конвейер Голф Эко, конвейер Конвейер, Голф Эко Мне немножко лучше А, хорошо Смотри Просто, чтобы не продуло тебя Смотри еще Не-не-не, я очень тепло где-то Я типа термобелье у меня тут Поэтому я Хорошо С запасом на аэродром Все время одеваюсь Хорошо Сера-танга, задание в третье закончил Разрешите подход к точке Через контрольную 400 Сера-танга, выполняй Выполняй, Сера-танга У меня, кстати, стало нормально Хорошо Так Не продует, смотри Да-не-не-не Закрыть чуть-чуть Делай это исполнительный Так вот, да-да-да Вот это можно закрыть, нет? Да, можно, но... Ну, не-не-не, пультует... Смотри, ты делай так, как я лучше Да, 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 вот так. Если не холодно, я лучше вот это сделаю. Я же не знаю, когда. Да. А закончила что? Какой институт? Медицинский. Врач? Да, я три года только программист. Последняя. Я до этого врач была, бизнесом занималась. И потом стала программистом. Сома, кстати. Я не училась вообще. Ну, программирование не училась. Рули, рули сама. Ролю. Каушен, террейн, ahead. А английский где? Я не знаю, в школе. Но я лицеин я заканчивала. Там немецкий был основной, английский тоже был. А потом по работе надо было говорить. А потом опять по работе надо было говорить. Понятно. И, ну, периодически там путешествует тоже куда-нибудь. Сейчас уже начала последние пару лет заниматься серьезно с преподавателем, потому что требования очень высокие в компании. Там получается, что надо вообще говорить совершенно fluent, иначе в некоторой компании просто не проходишь все без. Ясненько. Так что я после того, как полностью программирование пришла, у меня английский резко улучшился. Да, да. Вот туда теперь. Туда? Да. Сера, танк, который точка 400, разрешите к третьему 200. Полосы 230. Сера, танк, выполняй. Там вот этот гольф, эко, где-то тоже на траве, наверное. Я дополнительно запрошусь к третьему. Хорошо. Да, спасибо, наверное, вот так вот. Что? Туда? Да, спасибо, вот туда. Мы оттуда пойдем туда. На, на третий. Да, выравнив крылышки. Да, выравнив крылышки. Отлично. Молодец. Каушн. Террэйн. Северо-танга, займи пока 300 метров. Северо-танга на 300 метров. Северо-танга на третий заход. А, заход киловека. А что такое terrain, она говорит? Терейн, terrain. Что такое terrain? Терейн, задание. Киловека, задание. Ну, покрытие как бы. Коль, киловека, заход. А почему caution тогда? Коль, заход. А вот смотри, когда появляется желтый, у нас, это значит мы летим ниже допустимого по отношению к земле. Здесь профиль земли прописан. А, все, понятно. Туда давай потихонечку. Куда? Вот давай на... На трубу? Северо-танга принял, да. Туда куда? Вот на трубу как бы давай пока летим. Вот когда рулишь, всегда хорошо себя чувствуешь. Вот поверь, всегда рули. Сама я имею в виду. Я не пойму, че у меня в 110 не укачивает, в этом укачивает. Какая-то особенность у него. Ну, все, что я делаю. Ну, в больших вообще никогда не укачивает тоже. Значит, надо тренироваться. Да. В Яке тоже летала с этими переворотами. Ничего. Вообще ноль. А, ну чуть-чуть крылья, как вот это, да, вот так, нормально, ровненько держи. Да-да-да. Просто я хочу смотреть на самолет, я пока не вижу, где он там есть. Я тоже не вижу. Ну, давай, спускаться потихонечку уже. Он у нас там должен быть, да, ориентировочно? А он должен уже к четвертому лететь. Я его просто не вижу. Так вот и я же. Пока, но мы сейчас все равно будем потихонечку спускаться. Или с 300 зайдем. Зайдем с 300. Держи, ты рулишь, ты рулишь. Я тебе просто чуть-чуть помогаю. Хорошо. Все, наблюдаю, все, видишь, он нас чертом. Вон он, красный. Вижу, я вижу. А, ну сейчас от полосы. Который, я буду посадку. А, вижу, все, вижу, но что увидела. Который, шок, посадка. Изображение? Не, не, нормально. Точно? Не, если холодно, я могу закрыть. Не, 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 мне нормально. Закрылочки выпустил на 10. И потихонечку сейчас вот так вот идем. То есть, ну, скажем так, на этом самолетике, ну, несложно летать, потому что здесь полностью автоматика. Да, да, согласно. Вот, что я хотел сказать, я хотел показать. Да, так и есть. Места здесь предостаточно, мы с тобой плечами не бьемся. Да. Вот, и поэтому я, ну, я с женой, с детьми летаю. Мне очень нравится за рубеж летать. За рубежом летать, как бы. А там можно просто здесь... А сколько до заправки, кстати, если лететь куда-нибудь, ну, допустим, в Италию? До Львова. Ага. Там заправился. И потом уже... В Австрии. А, еще раз. Заправился. Потом. Ну, и потом в Италию. Или в Словению, допустим, прилетел. Там заправился, а потом в Италию. А там тоже такие маленькие частные какие-то аэродромчики. Ну, то есть, это же небольшой аэропорт, ну, посадка осуществляется. Раз, зайди. Северо-танго на прямой посадка. А. Северо-танго посадка. Разрешили сюда. А там есть... Ну, по правилам как? Ты должна прилететь в международный аэропорт сначала. Да. Чтобы... Ну, с одного государства в другое. Но в некоторых странах по-разному. А. То есть, в одной стране... Сейчас, секундочку. Сейчас мы посадим его. Вот мы сейчас подводим, 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 подводим. Вот, вот, видишь. Касаемся, да? Вот. В одной стране требуется, допустим, в Греции, чтобы обязательно только в международные аэропорты влетать. В Австрии можно через маленькие аэропорты. И в Польше, и в Чехии. То есть, там вообще не надо ничего. Да. Можно даже без флайд-планов летать. То есть, есть такой ресурс, называется АИП. Вот в этих АИПах, там написано, какие правила у кого. Это очень интересно, на самом деле. Фиротанка освободил. На стоянку. На стоянку, Фиротанка. Вот. И я обычно читаю, или пишу письмо, допустим, в аэродром, на аэродром, который я хочу проездить. Пишу письмо, что я такого-то числа планирую у вас посадку, там. И высылаю свои документы, чтобы они видели, что у меня есть все разрешения. Вот. Ну, как правило, так делаю. Вот. Если большой аэродром, они должны как бы дать слот тайм, фактически, или подтвердить, что это время подходит. Вот. И дальше я подаю флэт план и лечу. Обычно летаю по флэт плану. Почему? Потому что мне проще. Я тогда как бы не беспокоюсь о том, что там, ну, как бы больше не надо объяснять диспетчеру. Никогда не летала еще с информацией, не общалась, нет? Не, не, не. Ну, это очень интересно, общаться с информацией, вообще, делать такие все доклады. Нет, еще нет. Я что-то только летаю, только вот в рамках. Я понял. В 50-м. Где-то есть еще дополнительно газ, да? Ну, вот мы сейчас... А, вот у меня. А, все. Вот. А, все, до дублирования. Я поняла. Все, полетали. Впечатляющий самолет, конечно. Впечатляющий самолет, конечно. Впечатляющий самолет, конечно.